Динамо 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 Но вообще надо признать, что результативность, особенно в отдельных матчах, в целом не впечатлила. Это нормально, как вы считаете? Это нормально, зато болельщики остались накалом самой борьбы. Болельщики остались красотой хоккея, который продемонстрировали не только сегодняшние финалисты, а вообще все команды в этом сезоне континентальной хоккейной лиги. Поэтому я думаю, что болельщики на нас за этот сезон не в обиде. Несколько дней назад было принято очень интересное решение, которое теперь позволит динамовцам провести Куба Гагарина по всей стране. Каждый игрок, каждый игрок, выигравший команды Динамо, получит на сутки в свое распоряжение Куба Гагарина. И он может отвезти его и показать, где этому игроку захочется. Лига будет этому способствовать. Мы выделим офицера безопасности, будем помогать в этом. Я думаю, что это хорошая традиция, зародившаяся в национальной хоккейной лиге. Я думаю, она приживется и у нас. Это наш подарок чемпионам. Ну что ж, сезон закончен, но жизнь-то продолжается. И, насколько я знаю, уже в пятницу у вас очень важный и насыщенный день предстоит. Да уж, целых три совещания. Начнется пятница с собрания совета собственников клубов. Это очень важное мероприятие. Владельцы клубов будут слушать итоги этого сезона. Спортивные, коммерческие итоги. И будут слушать сообщения президента лиги о стратегии развития КХЛ на ближайшие сезоны. Затем будет общее собрание общества с ограниченной ответственностью и континентальной хоккейной лиги. Проще говоря, соберутся акционеры лиги и будут слушать вопросы, которые должны по закону быть рассмотрены общим собранием. И, наконец, после этого будет общее собрание молодежной хоккейной лиги, где также мы будем заслуживать итоги сезона, в том числе и спортивный, и коммерческий. Давайте заглянем в будущее. Вот пражский Лев к нам стучится в лигу, другие клубы. Все ли у них есть для того, чтобы вступить? Вы знаете, и у Братиславы, и у Праги есть все. Остались нюансы. Мы должны в соответствии с регламентом лиги проверить досконально, в основном, финансовые гарантии, инфраструктуру клубов, чем сейчас мы и занимаемся. Но документы, поданные и Прагой, и Братиславой, на сегодняшний день в идеальном состоянии. Впрочем, я забегаю вперед, на ваш вопрос отвечаю. Впрочем, как и от киевского, от донецкого Сокола. Сокола? Донбасса, конечно, конечно. Я волнуюсь. Только-только прозвучала финальная сирена, я вышел из раздевалки чемпионов, у меня еще голова идет кругом. Я еще весь в финале. Ну ладно, а что у нас с проблемными клубами, с автомобилистом, витязем? Ну вот, вы не можете без ложечки дегтя в такой праздничный день. Пока еще время есть и у одного и второго клуба, но у нас наибольшее волнение вызывает, конечно, автомобилист. Я это не буду скрывать, я это говорю откровенно. На сегодняшний день финансовое состояние клуба нас не удовлетворяет. Большие долги за прошлый сезон, и мы пока не видим должных гарантий на следующий сезон. Похоже, может вновь возникнуть дисбаланс между конференциями, западная будет больше восточной. Что делать? То, что и делали всегда, календарем отрегулируем. В этом ничего страшного нет. Этот дисбаланс мы устраним. В любом случае, календарь будет сложный, но справедливый. Ну что ж, завершая разговор, отметим, что сезон был неоднозначный, и драмы были, и трагедии, к сожалению, ну и скандалы, конфликты. Какие уроки вообще извлечем мы из всего этого? Ну, уроки в любом случае нужно выносить и подводить итоги после каждого сезона. Вопросы безопасности, вопросы развития инфраструктуры клубов, вопросы усиления медицинского контроля. Это все требует своего усиления. Я убежден, что нужно усиливать многие направления. Есть нам куда расти, есть к чему двигаться. Нам нужно усиливать и судейский корпус, нам нужно усиливать Центральное информационное бюро, потому что Лига вынуждена делать практически это все сама. Поэтому, ничего, нам есть где подвести итоги и к чему стремиться дальше. А цель у нас одна. Президент Лиги поставил перед нами задачу. Континентальная хоккейная лига должна стать лучшей спортивной организацией в мире. Вот наша цель, к ней нужно стремиться. Ну все, прекрасно. На этой мажорной ноте мы и завершим наш разговор. Спасибо Владимиру Тимофеевичу Шалаеву, вице-президенту Континентальной хоккейной лиги по хоккейным операциям. Ну и вам, дорогие друзья, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!